Мы хотим пригласить сюда на сцену человека с большим опытом в работе в курсных компаниях и одного из самых лучших айтичников в нашей стране, да и в целом мире, программической компании Amazon, Эсена Савенова, под Ваши аплодисменты. Приятно очень Вас всех здесь видеть. Итак, меня зовут Эсен, я с города Каракол, Сысы-Куля. Давайте о чем сегодня поговорим, да, вот тема, как попасть и как работать в топ-компаниях мира. В основном я буду говорить об айти-компаниях, то есть нашего направления. Коротко давайте я расскажу, как сложилось, сложился мой путь. В 99-м году поступил в лицей имени Карасаева в городе Каракол, в 2004-м выпустился. Во время школы занимался информатикой, это было, получается, моим любимым делом. В 2004-м, когда нужно было выбирать универ, я выбрал АУЦА. Причина этого, потому что я очень любил английский, всегда мечтал учиться и работать в Америке, поэтому единственный путь был через АУЦА. Ну, на то время такое у меня было мышление. В АУЦА учился на факультете Software Engineering, то есть по нашему направлению. Во время учебы занимался многими вещами. Я преподавал и кыргызский, и русский. Я был фанатом кыргызского языка в то время. В связи с тем, в 2006-м году основал местную компанию InCorks, в котором мы разрабатывали и продавали электронные кыргызско-русские словари. То есть в то время еще интернета так такового не было, компьютер не у всех дома были, и мы создавали электронный словарь, и на CD-ромах, то есть точнее на CD-шках распространение по городу. Наши диски продавались в ЦУМе, ну, в разных торговых центрах. Стоило в то время 400 сон за один диск, это был хороший заработок для студента. У меня где-то в месяц на проезд уходило приблизительно 400 сонов, а я мог продать несколько дисков и сразу заработать. Всегда чувствовал таким богатым студентом. Интересное время было. И вот 2007 года по 2010 год я занимался именно кыргызским языком, продвижением кыргызского языка. Мы писали софт на Windows, и в то время до смартфонс были такие фичерфонс, на нем работали джава, называется J2i. Мы писали и на джава, то есть так, чтобы с телефона можно было загрузить электронный словарь кыргызско-русский, русский-кыргызский на базе Юдахина. Может, кто-то уже среди вас уже использовал его. Затем вот выпустился в 2004-м, поехал на небольшую работу в Европу, в Венгрию. Там пробыл где-то 4-5 месяцев. Оттуда подал на магистратуру, и там в Корее пробыл следующие 9 лет. Там универ длился 1 год, после чего я где-то 7,5-8 лет работал в компании Naver. Самая крупная IT-компания в Корее, именно с IT-зрения. То есть, если самая крупная компания имеет, то это Samsung, вы знаете, LG и другие. Но среди IT это Naver. Naver, он эквивалент Гугла. Google – это поисковик, который, вы знаете, во всем мире доминирует, кроме 4-х стран. В Южной Корее это Naver, в Китае – Байду, в России – Яндекс, в Японии – Яху. Google, в остальных странах – это Google, да. И вот в Naver я проработал около 8 лет. И когда еще работал, еще в 2014-х годах, нет, еще в 2013-х годах, естественно, мы заполняли свои профили в LinkedIn. То есть, это и вам совет. Все знаете LinkedIn, да? Если кто не знает, LinkedIn – это онлайн твое резюме, да. Там ты… Это как соцсеть, только для поиска работы, да. Я там заполнил просто так. Еще не было цели искать, потому что я очень любил Корею. Думал, там буду жить до старости лет. Настолько я был фанатом Кореи. Корейские драмы и там подал. Ну, многие, наверное, поймут, да. И в 2013-м вот получил первое письмо от Амазона. Они приглашали на интервью в Штаты. Мне не было интересно. Я же говорю, настолько любил Корею. В 2013-м я проигнорировал их письмо. На следующий год они снова написали. Опять проигнорировала нам. В 2015-м, когда они написали, ну, уже третий раз подряд получаю. И уже 2015-й был. С момента, когда я последний раз интервью проходил. Это было очень много. Там лет 7-8. Поэтому я уже не знал, что сейчас в мире спрашивает в сфере IT. То есть, если на интервью пойдешь, какие вопросы задают. Мне было просто интересно. То есть, я не собирался в Амазон поступать. Ну, согласился. Они сами приехали в Сеул. И я пошел одно утро. Я думал, там часик будет. Не позавтракал. Думал, сразу после интервью пойду позавтракаю. Пошел, а там 5-часовое интервью было с 5 человеком. И я такой проголодался во все. Они только кофе дают и все. Ну, видимо, такие у них планы были. И в итоге вышел и пошел на работу дальше. В час не освободился и дальше пошел. В течение недели, это было воскресенье, в течение недели уже к пятнице они ответили, что они готовы пойти на следующую стадию, то есть уже предложить offer. В Амазоне есть два правила. Есть ли такое on-site интервью, то есть, когда они приезжают, и ты лицом к лицу интервью проходишь, то у нас есть правило five and two. То есть, в течение пяти дней, пяти рабочих дней мы должны уже ответить с финальным заключением, принимаем или не принимаем. Five and two, двоечка, это означает, если мы делаем phone interview, то есть phone screening по телефону, то мы в течение двух дней должны ответить. Поэтому они к пятнице уже ответили, что принимают и можем двигаться. Вот тогда у меня головная боль началась. То есть, я-то планировал здесь оставаться, всегда хотел здесь жить, в Корее. Тут такой выбор, блин, и долго думал. Я им написал, что я хочу до конца месяца подумать. Это было 11 ноября еще 15-го года. И я сказал, до конца недели подумаю. И вот таким образом в Amazon пригласили. Но где-то две-три недели я еще думал. И в итоге согласился. Думал, ну, если не понравится, вернусь обратно в Корею. И подали на визу. Но штаты отказали. Потом опять в следующий год ждали. Выбрал другую страну. Выбрал Дублин сначала. В Дублине проекты... Почему Дублин? Потому что я думал, в Дублин попадешь. А там вся Европа открыта, да? Попутешествуешь, понаслаждаешься одной визой. Но в Дублине проекты не были интересными. Поэтому я потом выбрал Канаду, западную часть, Ванкувер. И туда попал уже в 2017 году. И вот в 2017 я там работал над только двумя проектами. Где-то пять месяцев поработал над... Кто слышал? Киндл. Мы не работали над Киндлом самим, но мы работали над монетизацией Киндла. То есть наша команда работала над подсчетом денег от экосистемы Киндл. Все диджитал-продажи, да? Все цифровые продажи. Куда входит и музыка, и книги, и фильмы уже пошли, и Амзона. И там я проработал около пяти месяцев до ноября. А потом в ноябре... Точнее, в октябре перешел в AWS-команды. Опять же, кто слышал про AWS? То есть облачные технологии – это, грубо говоря, будущее в IT. Раньше и сейчас, в принципе, в Кыргызстане еще практикуется использование хостингов, провайдеров хостинга. То есть вы берете какой-то виртуальный сервер, платите за это тысячу сумм в месяц, может быть, или 600 сумм в месяц, да? И вам дают, допустим, довольно с минимальным спек какой-то сервер, да? И вы там загружаете какой-то PHP-сайт, WordPress, и он работает, да? А Амазон Web Services, то есть они взяли эту идею и хотели масштабировать. То есть они еще в 2000-х годах решили сделать так, чтобы команды в Амазоне не мучились с покупкой, с настройками и работой с серверами, с железом, да? Потому что Амазон открылся в 1996 году, но уже через пару лет они настолько сильно выросли, у них уже команды считывались сотнями. И когда новая команда открывалась, им нужно было нанимать сетевых инженеров, security engineers и других по железу, которые должны были в течение полугода закупиться, настроить интернет и там подобное, да? То есть проект, пока он стартанет, проходили месяцы. И Бейзос, Джефф Бейзос, бывший CEO, он сказал, что так дела не будут идти, они не смогут бороться с конкурентом, если будут так медленно работать. Тут нужно усеть и нам. И они сказали, давайте мы создадим команды, которые будут отвечать за определенные отделы, да? То есть железники, они сами с железом варятся, но они должны предоставить какую-то инфраструктуру тем, кому это нужно, да? И таким образом первая идея возникла о cloud. В то время в мире никто не понимал cloud, да? То есть первый cloud coin Amazon придумал. И вроде в 2003-м они первый раз выпустили первый их сервис, SQS, Simple Queue Service, то есть это облачный сервис по предоставлению очередей. Кто в IT, может, уже знает структуру данных очередь, да? Он работает как стэк, ну, имеет как first in, first out Q-образную очередь. Вот они этот первый сервис выпустили еще в начале 2000-х годов. Таким образом началась эпоха облачных технологий. Сейчас в основном все стартапы за рубежа начинают свою работу с какого-то из cloud. То есть есть Amazon Cloud, есть Microsoft Azure, Google Cloud. Ну, в основном, не монополист, но 56% рынка занимает Amazon. Следующий игрок – это Microsoft, около 20% рынка. И дальше. Почему я сказал то, что мы должны уделять большое внимание клауду? То есть если вы выпуститесь через год-два, захотите здесь постажироваться, то уже возможно перейти на международные компании, то одно из требований уже знать какой-то из cloud-технологий, да, облачных технологий. Грубо говоря, вам скажут, что requirement AWS, да, особенно если ты уже выше медла. То есть вы уже сейчас должны запланировать обучение в YouTube, да, фига, бесплатного материала, очень много и на английском, и на русском материала. Возможно, у вас кому-то будет мотивация узнать на других языках и предоставить эту же информацию на кыргызском. То есть вы запись делаете на кыргызском. Welcome. Что еще? То есть даже мы, будучи в Кыргызстане, наша команда 100% использует AWS. То есть как минимум, если вы захотите работать с нами, вы должны в итоге знать Amazon, да. О чем я еще хотел сказать. Вопрос был о том, как вообще нанимают на работу, да. Во-первых, это как бы специфично к Amazon, к его методу отбора кандидатов, но что-то среднее похожее и с другими большими компаниями. В основном люди, то есть HR, рекрутеры, они уделяют внимание на именно опыт работы, да. Особенно сейчас Google, он начал, уже не сейчас, уже несколько лет, как начал не требовать определенный диплом. С чем я не полностью согласен, но тем не менее я их понимаю, да. То есть очень важно именно рабочий скилл, рабочие навыки человека. Они смотрят на твой опыт работы и на твое вот как-то оформленное само резюме. Не столь формат, да, а контент. Поэтому не ленитесь пишите свое резюме. Допустим, к примеру, мое резюме состоит из 8 страниц. Если распечатаешь на Word, он из 8 страниц. Ну, по крайней мере, последний раз я когда помню, заполнял. То есть у многих я вижу резюме там на одну страницу. Коротко напишут год, где-то компания, год, где-то компания и все, да. То есть кроме того, как я узнаю, что вы работали в какой-то компании, грубо говоря, я ничего о вас не узнаю. Что вы должны включать в свое резюме? Довольно большую детальную информацию. Прямо распишите проект. Какие технологии вы использовали? Сколько человек было в команде? Какая ваша роль была в команде? То есть мне важно знать, вы были на лидирующей позиции, либо вы были одиночка на фронте и несколько бэкэнщиков были и там подобное. То есть вы должны максимально расписать все технологии, которые вы знаете. Почему? Когда мы ищем людей в LinkedIn, мы набираем ключевые слова. Допустим, в нашем случае мы ищем по тегу Node.js. Node.js это бэкэнд для джава-скрипта. И если вы в своем резюме поленились и не описали свой проект какой-то, в котором вы использовали Node.js, у вас есть опыт, но вы решили опустить это, то вот эта система LinkedIn она просто-напросто вас отфильтрует и все. Вас не будет в списке поиск. Возможно, вы классный кандидат, возможно, вы очень хороший игрок в команде, но просто потому, что у вас Ленин выиграла, Верх взяла, вас никто не заметил. Поэтому очень большое внимание уделите написанию вашего резюме. Мы фильтруем именно по резюме. Потом мы видим сотни-сотни результатов из них, потом наши HR рекруйтеры они уже связывают с определенными людьми в зависимости от какой команды нужно и дальше уже начинается процесс. Первый процесс это приглашение на фон интервью, то есть интервью по телефону длится один час, в котором интервьюер спрашивает у интервью определенные как бы человеческие качества и полчаса мы даем какую-то задачу техническую задачу каким образом проверяем то есть хоть мы и по телефону общаемся мы даем определенную ссылку на онлайн live code editing то есть они кандидат он открывает и там прям при интервью сразу пишет код и мы прям видим буква в букву как он набирает как он думает и заодно слушаем и разговариваем с ним то есть в течение получаса мы делаем пробинг то есть пробирование тестирование кандидата на основные как базовые знания то есть мы глубоко не спрашиваем во время phone screen времени мало один час только затем если человек проходит то мы его зовем на он-сайт интервью то есть уже его приглашаем в компанию где мы с ними сидим либо 4 часа либо 5 часов 4 часа если это программист первого уровня если второго и выше уровня то 5 часов и в результате в течение 5 дней мы уже должны им дать ответ на что именно уделяем внимание во время интервью то есть мы это стиль амазона то есть не все компании так делают в амазоне есть 14 принципов лидерства то есть амазон полностью нацелен на том чтобы выращивать и набирать лидеров то есть мы хотим чтобы человек мог грубо говоря ответить как будто он хозяин определенного продукта то есть их 14 принципов один из них это ownership то есть быть хозяином определенного продукта то есть допустим если вы создаете свой бизнес да и я не знаю среди ночи что-то поломалось вы что будете делать там дальше лежать дома на своей кровати диване и смотреть фильм просто из-за того что это ваш бизнес у вас бизнес горит и вы пойдете и будете исправлять что-то да это ownership то есть это говорит о том что это вы хозяин этого продукта в амазоне необходимо показывать лидерские качества это один из них ownership есть куча других допустим как лидер ты должен уметь вовремя показывать результаты да то есть deliver results то есть тебе дают задание определенный срок дается и ты должен это выполнять не лидеры которые скажем не заинтересован они могут procrastination то есть они могут откладывать задачи на потом на потом и вовремя не успевать то есть эти все лидерские качества мы разделяем между interviewers то есть 5 interviewers заходят поговорить с кандидатом и каждому из них даем по 3 да по 3 leadership принципа допустим если это скажем уже мы набираем на уровень 2 и выше мы хотим мы понимаем что он уже сильный кандидат возможно 5-8 лет опыта значит мы с ним поговорим более детально о технологиях а также сделаем большой фокус на как бы высшие лидерские качества то есть что во-первых ownership deliver results и insist on highest standards допустим это означает лидер особенно тот который с опытом он должен настаивать на высокие стандарты качества кода да и вообще продукта самого то есть не так что в принципе есть решение и видишь что ты не успеваешь ладно давайте короче нет мы должны видеть что кто-то сделал или ну можно было сделать лучше он должен остановить и сказать смотри ты вот здесь должен вот так сделать чтобы улучшить качество да это важно то есть это качество лидера и мы после того как мы разделим все эти качества между интервью то мы уже заходим в сессию с ним разговариваем и задаем вопросы по по прям вот полчаса по лидераши принципу и полчаса по коврению допустим какой вопрос может быть по один из других лидераши принципу это hire and develop the best то есть ты как лидер должен нанимать на работу уметь нанимать на работу хороших специалистов и после того как вы нанимете их вы должны его обучить то есть менторство предоставить это качество лидера значит мы спрашиваем вот кандидату говорим расскажи нам ситуацию в котором ты взял к себе ментора и обучил его чему-то да и стандартный ответ кандидата это сказать что вот я однажды работал там-то там-то и к нам пришел новый сотрудник его прикрепили ко мне мы с ним работали месяц тесно как пир программинг даже делали да и я его поднатаскал и таким образом он отвечает на вопрос и мы говорим хорошо значит если ему дать какого-то сотрудника он в принципе его вытащит таким образом мы для каждого лидерси принципа таргетировано спрашиваем вопросы и мы себе затем записываем как человек отвечает когда интервью проходит интервью почти все время молчит кроме как задает вопрос дискуссии вообще нет все что он говорит мы просто упремся в лаптоп и записываем все что он говорит и когда он завершает мы опять другой вопрос и дальше пишем дискуссии не делаем не обсуждаем результаты некоторые спрашивают я правильно ответил на вопрос или там решил задачу мы это все не имеем права обсуждать с кандидатом и после мы всего лишь говорим результат то есть прошел не прошел и все вот если говорить о том насколько это тяжело как бы проходить интервью в амазон то довольно тяжело то есть сравнительно я смотрел разные статистики кстати есть сайт glassdoor.com это как стеклянная дверь да где вы можете найти в принципе каждый вопрос который в каждой компании спрашивается выбирайте компанию допустим Microsoft и вы можете посмотреть какие вопросы спрашивает в Microsoft вот эти же принципы из-за того что в амазоне довольно интересно долго проработал кстати в амазоне не все удерживаются то есть есть типажи людей которые Amazon style а некоторые как более Google style мы отличаемся в амазоне там один типаж программиста его просто называют software engineer у нас нету отдельных system engineer или network engineer у нас нету QA у нас нету security engineer у нас нету DevOps то есть вы про это наверное слышали да все DevOps у нас есть курсы по DevOps в Кыргыстане здесь но в амазоне этого всего нет у нас один программист должен делать все да в отличие от других компаний как Google в Google на каждую отрасль другие люди и другие команды хоть они в общем работают над одним продуктом но у них есть reliable engineer то есть человек который отвечает за production систему есть QA engineer у них целые сотни сотни даже тысячи людей которые отвечают за только тестированные продукты в амазоне этого всего нету в амазоне есть дизайнер кто чертит потом тебе передает ты получаешь начиная с фронта в Apple mobile начиная заканчивая бэкэндом инфраструктуры все делаешь сам то есть что это дает то есть ты как программист ты становишься равносторонним да ты понимаешь в принципе как работать и бэк и фронт и вообще как систему поднимать допустим здесь когда я интервью провожу некоторые некоторые говорят допустим я бэкэнщик и я это делаю то делаю и я спрашиваю расскажи путь твоего кода к твоему пользователю да каким образом твой код попадает к пользователю он скажет ну я обычно пишу делаю гидпуш и обычно там есть другие ребята которые деплоят да в продакшн то есть он не может ответить как поставить environment да CICD потому что как бы за это отвечает кто-то другой в принципе хорошо главное чтобы он делал свою работу очень хорошо но как если вы сами себя будете оценивать то как программе с каким вы хотите узкопрофилем который может только вот рубить и все а собирать дрова откуда вообще что существует дерево не понимает да то есть поэтому есть большая разница в том как работает амазоновцы и другие компании если взять уровень амазона то средний амазоновец считается дороже чем средний гугловец хотя гугл как бы они платят больше да обычно полтора два раза больше платят чем амазон амазон это компания которая очень экономная один из лидериши принципов один из четырнадцати принципов это фигалити то есть разумная экономность то есть нам на работе не покупают 15-17 дюймовые лаптопы нам не покупают офигенные классные мониторы нам дают 13-дюймовый лаптоп и говорят все нам не дают два нам не дают там один терабайт или там больше памяти он говорит вам 16 гигов 13 дюймов все хватает стандартно то есть они на всем экономят в амазоне не предоставляют обед вы же знаете про гугл да там днем и ночью можешь кушать толстеть и это все бесплатно в амазоне за все ты платишь даже вода стоит и за нее тоже платишь то есть они говорят зато мы тебе дадим это деньгами да и они хотят чтобы у вас развилось это лидерское чувство экономить да там кто-то босс да какой-то байкешка директор он вам разрешил там пользоваться вечерними такси бесплатно да то есть за счет фирмы и вы типа условия какие после 10 если останешься то поедешь домой на такси да и что ребята делают они ждут 10 часов как там с 9 часов уже играют сидят да как только в 10 потом вызывают такси вот это это не лидерские качества это просто ну использование ресурсов компании ты как лидер не должен допустим если это была бы твоя компания как бы ты бы вел себя то есть ты бы уже шел домой когда тебе нужно идти да а не просто из-за того что воспользоваться как бы на халяву чем-то да это лидерские качества и в нашей компании здесь в Кыргызстане в Манчо Дэс я все эти же лидерские качества стараюсь привить и нашим ребятам у нас как бы особенная культура в нашей компании если коротко упомянуть мы наша компания образовалась еще в ноябре 20-го года но мой первый сотрудник в нашей компании не был программистом то есть у нас немножко мы по-другому немножко работаем нежели вот другие местные компании то есть мы очень большое внимание уделяем дизайну поэтому наш первый сотрудник это дизайнер после того как мы все продумываем весь UX как человек думает какие его задачи есть и потом когда у нас есть какой-то прототип мы наняли первого программиста в феврале прошлого года сферой я начну уже чуть более года мы сейчас уже развились то где-то 25 программистов если говорить только IT департмент есть еще люди которые нан-деф их тоже довольно много в нашей компании мы тоже очень большое внимание уделяем именно тому чтобы человек был лидером когда со мной интервью проходит возможно были люди среди вас может Куба тоже подтвердит ваш сокурсник я не задаю технических вопросов во время интервью здесь в Амазоне это другая история здесь я не задаю технических вопросов потому что вначале я задавал в самом начале еще в прошлом году но я понял что у нас другой уровень оказывается здесь в Кыргыстане поэтому я перестал задавать технический вопрос я больше люблю с ребятами разговаривать то есть я ищу людей по отношению чтобы у них было хорошее отношение к работе чтобы я задаю те же вопросы в принципе что и в Амазоне задаю и я хочу узнать насколько он подойдет как человек в нашу команду допустим какой случай был был человек который очень довольно сильный он любил конкурировать с ребятами то есть он всегда такой который хочет чтобы он был прав он с людьми ссорится или спорит и настаивает на своем не факт что в итоге его решение правильное то есть они отправляют на проверку кода я смотрю и говорю зачем вы так сделали оказалось что другой более то есть меньше по уровню программист он предлагал другое решение которое более правильно но из-за того что этот был более таким конкурентным с давлением он его решение принялось но в итоге что стало через пару месяцев мы увольняем старшего то есть я не смотрю на то что кто-то сильнее кто-то слабее мне важно чтобы они подходили друг к другу чтобы они тянули телегу в одну сторону а не в разные стороны да и мне важно чтобы старший это вот лирище принципа hire and develop the best он должен уметь обучать и менторить младшего то есть это очень важно младший имеется ввиду не по возрасту а по статусу да по уровню программиста и на эти вещи я уделяю внимание то есть в целом я хочу чтобы наша команда работала как один индивидуум у нас да есть ребята которые имеют определенное отклонение но мы стараемся их как бы в одну колею привести да это вот о том как идет набор в нашу компанию на что уделяем внимание как я сказал то есть наши ценности это дизайн это наши пользователи то есть наша миссия мы хотим чтобы во всех направлениях куда мы прикладываем нашу руку оптимизировались процессы да то есть у нас есть четыре продукта это вот митчек у нас есть платежная система у нас есть система для таможенных терминалов и четверть система это для электронной коммерции да который мы еще не выпустили из продуктов которые выпущены это митчек в целом это вот если коротко говорить о нас наверное чуть позже на слайде поставим контакты если кто хочет пройти стажировку или вообще более детально поговорить кстати наш офис находится на Льва Толстого в бизнес центре Монолит двери всегда открыты к нам иногда приходят студенты с разных либо школ либо университетов на просто тур да приходите пару часов выделим внимание поговорим расскажем вы познакомитесь с нашими ребятами очень дружелюбная команда в целом будут вопросы будем отвечать позже да а кстати одна тема о которой я хотел сегодня сказать это о мотивации люди во первых одна из причин почему меня сюда позвали это дать мотивацию студентам да на что если честно если меня вы спросите я не совсем верю в мотивацию да то есть в мотивацию извне то есть в каком смысле люди приходят и скажут мотивируйте меня там я хочу стать программистом да окей я расскажу там что можешь пойти на курсы то все ну пойдешь там через месяц поймешь что это не твое да касса одна мотивация недостаточно но что интересно мотивация дает какую-то силу на определенное время может быть на несколько дней а потом опять потухаешь у нас даже и на работе бывают ребята которые там иногда немножко потухают а потом наши пьемщики говорят блин поговори с тем-то с тем-то а то он что-то тухнет потом оказывается ему не хватает мотивации по идее мотивация должна исходить из вас то есть вы должны искать мотивацию внутри себя почему эту книгу мне дали автор Аргендущий Чебеков вообще случайным образом с ним встретился он пишет несколько книг книга на кыргызском называется Акяндан Биртамчи то есть суть этой книги в чем ну все вы знаете мы все приравниваемся к или ищем мотивацию у знаменитых людей да Илон Маск все знают да раньше был Билл Гейтс Уоррен Баффетт и другие да мы ищем мотивации в них то есть мы подписываемся на их каналы читаем их цитаты да и потом кто-то что-то за мной скажет мы там себе букмарк ставим да что этот автор хочет сказать в этой книге эта книга кстати это просто сборник мыслей речей речи разных людей да здесь где-то человек может 20 предоставили свои мнения вообще о той или иной сфере где они работают суть в том что в принципе в Кыргызстане оказывается у нас довольно много своих ребят которых можно брать примеры да то есть мы говорим там ой там 10 20 30 если честно я практически никого не знаю ну в связи с тем что я очень долго время прожил за рубежом ни с кем не знаком я еле узнал отобекова в 20-м году он оказывается другой стал тот отобек которого я знал он оказывается другой и вот суть в чем что я сейчас уже ознакомлюсь с ними допустим я вам приведу пример одного человека вроде его зовут Мусакун Садабалдиев да то есть его рассказ о том что у него там очень много он написал если я не ошибаюсь это человек который я могу ошибиться который потерял руки-ноги да ну который которого перевели то есть его книги представляете такого человека да он написал столько книг и некоторые из его книг переведены на 30 языков мира о которых вы даже возможно его имени даже не слышали то есть суть в том что у нас оказывается да фига людей которых ценят за рубежом да о которых мы сами даже не знаем да возьмите эту книжку я думаю я думаю в разных книжных магазинах уже есть то есть продажи вроде они тысячу книг распечатывали очень интересно на крыльгском языке они готовы это кстати volume 2 да то есть это вторая книга первой книги нету кстати еще еще не распечатали там другая история тоже очень интересно почитайте ознакомьтесь с нашими же лидерами в нашем Кыргызстане то есть оказывается у нас довольно много таких людей то есть не нужно искать я не знаю мотивацию где-то за рубежом за бугром и там стараться дотянуться до звезды нет оказывается они среди нас возможно есть ребята очень хорошие и среди вас тоже с которыми можно очень интересно пообщаться да и моя идея в том что вы должны в принципе мотивацию искать внутри себя то есть не нужно думать что там кто-то вас замотивирует или постоянно зависит от них это не будет работать в long term да в долгосрочной перспективе потому что этого человека может рядом и не быть разные ситуации бывают поэтому очень как бы уделяйте внимание самому себе саморазвитию да если это войти то занимайтесь очень много сами то есть я ребята в нашей команде что говорю то что я задаю определенные задачи для решения в команде это одно то есть вы можете его решать вы можете ко мне подходить спрашивать что и как где-то что-то не работает я могу объяснять но большую часть развития вы должны делать самостоятельно свое другое время у нас есть классные ребята которые вот за 6 месяцев джуна поднялись до медла очень сильные ребята которые много не болтают сидя тихонько работают и основную работу делают вне работы то есть для тех у кого еще нету семьи детей чем вам еще заниматься я не знаю шататься болтаться или что очень правильно сейчас 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 да джуна джуна из-за этих Субтитры создавал DimaTorzok